всем привет друзья сейчас подсоберемся сегодня у нас прямой эфир в аккаунте ассеев раша на тему коучинг кризис жив или мертв мы ждем в гости светлану мишину сейчас она будет присоединяться я рада вас всех видеть это первый эфир в аккаунте ассеев раша в инстаграм аккаунте и ваша поддержка сегодня очень важна для того чтобы мы понимали стоит ли нам дальнейшем проводить эфиры на какие темы что вам откликается а светлана добавляется секундочку подождем пока светлана добавится здравствуйте слава здравствуйте мария рада всех видеть для меня это первый эфир не только в ассеев на канале айссеф россия я вообще с инстаграмом очень на вы так что это прямо вот опыт опыт так светлана давайте тогда я вас представлю светлана это и си си коуч это сейчас чтобы не переврать буду подглядывать чтобы последовательности не перепутать член совета директоров ассеев россия глава комитета по маркетингу и пиар ассеев россия как раз светлана рада вас видеть сегодня открываем такой цикл наших дальнейших прямых эфиров и сегодня у нас тема коучинг кризис жив или мертв вы можете пока начинать а я закреплю тему чтобы у нас каждый кто заходил мог ее видеть мария скажите мне пожалуйста прежде чем начну мы потом в конце где-то ориентируемся на полчаса и в конце отвечаем на вопроса как вам комфортно давайте так если так можно вы меня потом зачитаете друзья тогда можете вопросы оставлять в комментариях на все вопросы ответим в конце не беспокойтесь ну начали смотрите с чего хочу начать рассказать из под какой шляпы я сегодня выступаю я прям шляпу приготовила из-под которой все это будет то есть это будет не коучинговый эфир это скорее рассказ такой менеджерский и рассказ здравомыслящего человека как я сейчас вижу ситуацию ну и конечно немножко из роли главы по маркетингу главы комитета по маркетингу и пиар ассеев потому что про продвижение тоже будем говорить что у нас сейчас своим происходит с рынком это вот тот вопрос который наверное ну я не знаю коуча которого этот вопрос не интересует мы в группе членов эфир запускали небольшой вопрос на эту тему что изменилось у кого-то изменилось у кого-то нет но в любом случае хочу вам вот что рассказать что такое рынок это спрос с одной стороны и это предложение с другой стороны любой рынок работает на соотношение спроса и предложения вот со спросом на коучинговые услуги сейчас все очень хорошо да в силу не очень хороших обстоятельств там трудно говорить что мы рады что в силу этого потребность коучинги развилась но тем не менее вы знаете никакой аналитики не надо откройте социальные сети почитайте что пишут люди на своих страницах там прямо крик нам нужна поддержка нам нужно перестроиться нам нужно что-то сделать нам нужно что-то сделать с собой чтобы жить нормально дальше сейчас когда вся система координат поменялась и потом то есть запрос он прям мощно идет во всех СМИ на всех каналах везде-везде-везде он есть да этот запрос может быть коучинговым может быть терапевтическим мы с вами понимаем что как коуч мы понимаем что тут очень внимательно нужно и где отправлять к другим специалистам поддерживающим а где мы можем сами но очень много именно коучинговых запросов потому что люди у нас осознанные и они понимают они не понимают как с этим справиться но они хорошо понимают что сейчас произошло старая жизнь исчезла в одну минуту но в несколько дней до а новая систему координат не выстроена вот вы знаете меня сейчас приходят клиенты звучит один вопрос как мне изменить отношение свое к тому что происходит я не хочу бояться коронавируса но инстинкт сильнее я боюсь что мне сделать на чем не сосредоточиться то есть рынок сейчас спрос огромный вопрос что с предложением да вопрос в том как мы получи относимся сейчас как мы реагируем на то что возрос возросла потребность в нас и понимаете это же не только рыночный вопрос точки зрения денег как мы можем на этом заработать разработать я сейчас попозже скажу у нас же с вами большинстве мы пришли в коучинг потому что мы чувствуем такую внутреннюю потребность помогать и поддерживать людей то есть сейчас потребность в нас в обществе она действительно очень высокая и наша роль в этом моменте очень важная вот я про себя говорю вы знаете я как коуч большой эгоист я в коучинг пошла из огромного эгоизма потому что я люблю жить в мире где вокруг живут где меня окружают довольные своей жизнью люди понимаете вот мне хорошо когда я нахожусь среди людей которые довольны своей жизнью я поэтому пришла в коучинг чтобы приумножать количество этих людей да я за ними не бегаю дальше никому ничего не навязываю но дверь открыта всегда кому нужно приходить и то есть сейчас мы очень много и многие из нас можем реализовать вот эту свою внутреннюю потребность внутреннюю свою миссию вот то что мы можем дать миру вот эту поддержку помочь людям переориентироваться то есть вопрос в том делаем мы это или нет потому что мы сейчас высев запустили проект забота и поддержка он состоит из двух частей первое это что коучи могут сделать для себя как нам мы такие же люди как все на нас тоже это все повлияло я не знаю людей которые бы сказали что вот вообще вот не заметили происходящего начиная с того что из дома нельзя выйти заканчивая мыслями о будущем и тут включается первая часть сначала маску на себя для того чтобы помогать здесь как в самолетах маску в разных смыслах этого слова как самолете сначала кислородную маску на себя потом на ребенка сначала коуч одевает маску кислородную на себя чтобы дышать нормально а потом идет помогать клиентам вот возможности куча масса извините за народное слово куча очень много возможностей вот есть у нас у каждого свои практики есть вот этот проект забота и поддержка то есть сток оучи сейчас на фейсбуке с рамочками забота и поддержка работают за донейшинс сходите к ним и проработайте свои убеждения ограничения страхи вот то тревоги то что сейчас вам мешает быть вот дышать полной грудью и жить эффективно и тогда помогать другим есть два великолепных вебинара на youtube канале сев россия один ольга рыбина и юрий мурагян там прямо по инструментам что сейчас делать и 2 анна лебедева я их без титулов думаю что каждый из нас с вами их знает а вот это наши гуру наши мсс то есть тоже как сейчас каких коучин ждут клиенты то есть что коучу сделать самому поэтому чтобы формировать обратный спрос то есть когда есть предложение на рынке чтобы формировать на поучинговом рынке обратный спрос первое что нам с вами нужно сделать это себя привести в то состояние когда мы эффективны сами для себя во-первых а во-вторых когда мы можем быть цельными и эффективными для наших клиентов когда мы действительно можем держать эту рамку коуч позиции светлана вот и тут тоже была реплика про то что хорошо спрос есть внутренняя потребность у клиентов есть что с деньгами что с платежеспособностью сейчас что с платежеспособностью мы с вами все отлично понимаем что с платежеспособностью да то есть коучинг он же как он у многих есть убеждение что он коучинг это для сытых времен когда у человека все хорошо и он хочет еще лучше да коучинг не дешевая услуга да очень услуга достаточно дорогостоящая в обычной жизни потому что он дает столько ценностей в изменении и в изменении всей жизни так сильно влияет на жизнь что она стоит тех денег которые нам с вами клиенты платят а сейчас изменилась цена денег мы не знаем как у кого эта цена изменилась как у каждого человека я сейчас озвучиваю исключительно свою позицию то есть вот прямо вот я света мишна а вот то есть тот кто еще недавно зарабатывал там 100 тысяч рублей сейчас не зарабатывает ничего или зарабатывает 20 и у него есть определенный запас денежных средств на какой-то период он не сможет платить удачи как физически он может быть сейчас и может заплатить за коучинг настоящую цену вот ту вот которая была месяц назад будет ли этот человек делать не знаю вопрос сделали бы каждый из нас своему так не знаю вопрос инвестировать хочется но цена денег но но может быть я 500 рублей отдам за сессию или тысячу поэтому вот вы знаете я считаю что сейчас нужно и можно работать за ту цену за донейшнс вот то что мы сделали в проекте забота и поддержка 2.0 для клиентов именно донейшнс мы позволяем каждому клиенту сейчас определить ценность того что он нас получает самому в соответствии со своими сегодняшними возможностями понимаете вот в принципе в россии больше вот те когда исследования разные смотрю в россии больше ориентированы на коучинг по фиксированной цене а западные страны особенно соединенные штаты он у них всегда плавающий то есть один и тот же коуч совершенно спокойно берет разные деньги с разных клиентов потому что вот по возможностям вот чтобы максимально эффективно это цена была и эффективность цены да сейчас она снизилась мы все понимаем что никто из нас не может прогнозировать стабильные доходы свои в перспективе месяц два полгода поэтому я бы говорила о том чтобы работать из тех условий которые есть и дальше у нас плавно возникает следующий вопрос а риск такой да а если мы сейчас начнем работать пробона то есть совсем бесплатно или за донейшнс вот я сейчас за донейшнс очень активно работаю вы знаете есть клиент который заплатил мне за сессию 200 рублей но эти 200 рублей он чуть ли не последний у себя забрал понимаете то есть для него это было ценно-ценно и мне ок я буду работать в полную силу за любые деньги потому что очень сильная составляющие вот мое внутреннее что я помогаю людям держать рамку своего адеквата а вот но что будет дальше не приучим ли мы таким образом к тому что коучинг бесплатен не обесценим ли мы коучинг когда мы сейчас начнем работать за вот такие вот маленькие деньги такая точка зрения может быть и эффект такой тоже может быть что кто-то так вот любители халявы они есть всегда в сытые времена в трудные времена когда вот дайте нам что-нибудь и побольше а мы за это платить не будем а еще нам бонус за за вот это все они есть это так было так есть так будет но есть же другая часть людей те которые из уважения к себе и к специалисту платят именно достойную цену и вот для этих людей и сейчас очень трудно то есть вот ко мне в личку приходят и задают вопрос вы знаете я хочу с вами поработать но мне стыдно заплатить вам за сессию тысячу рублей и я говорю боже ну давайте вот сейчас как вам комфортно а потом потом когда-нибудь может быть вы ко мне вернетесь с другим запросом и заплатите столько сколько считаете нужно может быть не вернетесь может быть не вернетесь и это тоже ок то есть когда вот эту мы ситуацию пройдем мне кажется достаточно много людей начнут снова платить новую ценность денег вот мы не знаем какой формат денег у нас с вами будет через полгода тысячи это будет много или мало или у нас запустится инфляция 10 тысяч будет нормально светла давайте у наших участников эфира спросим как им ложится такая точка зрения может быть кто-то хочет поделиться в комментариях да работаете ли вы за донейшнс работали ли когда-нибудь на какие были результаты что думаете сейчас по поводу такой политики своей стороны хочу вот светлана вашу точку зрения тоже поддержать я общалась с этим из мсс коучей не так давно и интересовалась как вы думаете да вот такой личный был разговор поэтому не буду называть кто это был как думаете что будет с рынком коучинга в связи с кризисом который сейчас есть не этот коуч сказал что был кризис уже в 2009 году сильный и как тогда рынок на это реагировал и этот коуч сказал что количество коуч сессии и количество людей которым нужен коучинг никак не снизилась некоторым нужно было действительно более гибко подходить к формированию своей стоимости на свои услуги коучом но хорошие коучи будут востребованы всегда особенно в период перемен и это вселяет прям такое вдохновение это вселяет веру в то что профессия жива и она будет дальше жить и она сейчас востребована на самом деле как никогда главное чтобы мы видели эту потребность и понимали как мы можем сейчас быть полезны здесь так что тут у нас пишут я без очков ой 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 я переключила на другую сторону камеру а я вам сейчас прочитаю на донейшн сыт не будешь какой смысл отдавать последние клиенты платят если у них есть запас последние за коучинг не отдают такая позиция есть абсолютно согласна последние нет предпоследние да то есть когда у нас получается что речь идет именно о выживании вот если мы упаси боже доходим до того момента когда выбор купить пачку гречки или заплатить за коучинг то все будут покупать гречку на данный момент все таки мы находимся в ситуации когда запасы у большинства людей какие то есть и понимаете ну как у нас же нет с вами задачи дать коучинг всем а вот что что сыт не будешь я тоже согласна вот смотрите есть мы сейчас все сталкиваемся со своими убеждениями какие то они прямо вот в этой кризисной ситуации из нас ярко-ярко вылезли и у нас вопрос к себе прежде всего какие мои убеждения сейчас меня поддерживают и мне помогают какие мои убеждения меня ограничивают вот я донейшн не сразу повесила на свою страничку мне тоже казалось что вот но что то в этом не совсем то потом я поняла что если я этого не делаю и я говорю что я работаю по своей стандартной цене то нового клиентов но может быть один у меня придется это время то есть я какое-то время не буду работать коучинг один-два там ну вот сколько тогда но не так как я привыкла на постоянной основе то есть я не работаю коучинг я теряю возможность практики я теряю свою составляющую ценностную и вот миссию свою возможность помогать людям я этого хочу и плюс когда я работаю за донейшн я же ну давайте будем честны я собираю еще клиентскую базу на будущее то есть кто-то ко мне вернется кто-то меня порекомендует то есть я и сейчас обеспечиваю себе доход выше чем если бы я отказалась работать за донейшн потому что тогда его было не было бы был гораздо меньше то есть беру количеством да не ценой сессии а количеством проведенных сессий да и сейчас стала работать я сняла внутренний ограничитель у меня есть внутренние ограничения на количество сессий неделю сейчас я с ним поработала разрешила себе больше а вот но вопрос то не только в моменте то есть я смотрю еще немножко дальше как я помогаю сейчас стабилизировать обстановку что я сейчас зарабатываю и как это потом скажется на моей коучинговой практике когда мы выйдем из кризиса поэтому каждый для себя может решать светлана вот сейчас важная мысль я бы хотела прям вынести на поля то что вы сказали я услышала выгода работать мне как коуча сейчас донейшн в проекте забота и поддержка допустим васеев не только в том что я что-то заработаю и не только в пользе для людей которые я создаю здесь сейчас но если я рассматриваю свой путь коуча в долгосрочной перспективе то здесь открываются новые преимущества да и как контакты и как сарафанное радио которое может расширить меня и заработать здесь да здесь важно на мой взгляд видеть еще дополнительные перспективы которые вы приобретаете как коуч разрешая себе работать с большим числом людей на более гибких условиях мария и знаете здесь какая еще очень важная такая мысль безотносительно вот конкретным людям а в целом вот смотрите бывают когда ты работаешь и ты получаешь удовлетворение от самого процесса то есть от того что вот в конце человек расслабился заулупался ему стало лучше и деньги да они важны но помимо этого важно вот это вот когда ты сам после сессии испытываешь удовлетворение а бывает когда ты великолепно провел сессию тебе за нее там прислали 300 рублей ты сидишь такой весь вот блин вот меня обесценили что-то вот такое произошло вот если вот это второе то не надо работать за донейшнс надо сначала разобраться с собой то есть я действительно так и хочу чтобы у меня была такая реакция на проведенную сессию за 300 рублей это действительно моя вот ценность что я дешевле не буду или это какое-то убеждение мне сейчас мешает и я если первое то ок совершенно спокойно ждем более сытых времен когда будут смогут платить настоящие деньги если второе ну к коучу который за донейшнс работает чтобы проработать или не за донейшнс и менять его на какое-то другое а вот и если в целом говорить о том что вот что сейчас происходит вы знаете мне кажется что нам очень важно сейчас сформировать вот это понимание что коучинг действительно помогает то есть чем больше нас с вами сейчас сможет помочь людям именно с коучинговыми запросами тем больше будет в перспективе сформирован правильный честный коучинговый рынок что мы не что-то там вот волшебное такое делаем а что мы в трудной ситуации можем помочь то есть вот сейчас потребность у людей в том чтобы прийти в себя если мы сейчас вот все ими там 500 человек в россии другие коучи в других федерациях профессиональные коучи будем говорить о том что ребят вот мы мы готовы мы готовы где-то за донейшнс где-то пробонок где-то за настоящие деньги то есть вот смотрите за дальнейшнс у нас проект забота и поддержка это 1 3 сессии это короткий запрос это вот именно прийти в себя вот вот что-то а потом же вот у меня сейчас один клиент спрашивает а после 3 сессии у меня длинный контракт за какие деньги будешь работать я говорю давай обсудим что ты хочешь вот как ты хочешь заплатить вы знаете там цена совершенно нормальная да она дешевле моей стандартной но она достойная хорошая цена за которую с удовольствием пойду работать длинный контракт за деньги зарабатывая а вышло все из донейшнс ну как ну получается если по маркетингам говорить что это как лид магнит да то есть вот можно попробовать практически бесплатно а потом то есть мы сейчас ну во первых действительно нужна во вторых мы можем дать возможность попробовать гораздо больше этой возможности чем в докризисные времена мы могли туда потому что потребность есть отлично спасибо светлана сейчас прочитаем комментарий до поддерживаю сейчас важно поддержать людей чтобы сохранить здоровое общество пишет варвара согласно на сто процентов тоже сейчас работаю пишет светлана где можно заявить о себя так это вопрос где можно заявить о себе на работу за донейшнс если личные соцсети не развиты такой вопрос вы знаете это вопрос про продвижение вообще вот коуч если вот мы берем коучин как бизнес модели если коуч уходит в свою личную практику то есть у него нет продюсера который его продвигает то он как-то для себя этот вопрос решает где он продвигается если соцсети не развита значит у него развиты другие каналы своего продвижения именно через эти каналы и заявляйте то есть вот я для себя выбрала через соцсети да через фейсбук кто-то вот мария через инстаграм великолепно но это титанический труд да мария давайте не будем пугать это нормально мы все равно 30 процентов своего времени тратим на продвижение и если мы хотим быть вот не как хобби не как очень как хобби а как профессия которая монетизируется которые мы честно зарабатываем своей профессии деньги то все равно какой-то канал продвижения нам надо развивать если это не соцсети то значит у вас есть какой-то мне сейчас вот очень много рекламы гугли вываливается различных наших коучей которые сделали быстренько сайты проплатили рекламу и вот ну десяток человек могу назвать можно так светлана есть же в сиев также проект специально про искусство продвижения коучинга но да это моя любовь то есть вот понимаете я же сама коучинге ну чуть меньше четырех лет и первый год я там пустой как я была успешным менеджером в компании в корпорации для меня такой шок был а что это меня такую красивую не покупают я все могу а вот никто не хочет от очередь не стоит и то есть я да я делаю эту бизнес-модель из себя и есть час это принесла в сиев вот у нас есть проект за вот искусство продвижения вот именно деловые компетенции переговоры как продавать как писать вот то есть у нас вот 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 прямо знаете конкретные такие вещи то есть как считать как открытие п как вот что-то как финансы все вести как вебинар построить правильно чтобы он грамотно был вот но много-много таких вопросов вот сейчас еще как таргетированную рекламу сейчас еще спеца как настроить дешево таргетированную рекламу потому что это все равно нам нужно потому что коуч это хорошо как вот каждая профессия мы прежде всего профессионалы но люди про нас должны откуда-то узнавать и либо мы идем куда-то работать кто нас продюсирует и мы платим за это продюсирование либо мы это делаем сами иначе вообще других вариантов не знаю поэтому вот в оси у нас задачи на этот год вот может быть проект перетечет на следующий год именно раз две недели давать какой-то конкретный навык какой-то конкретный инструмент который можно взять и начинать применять для своего продвижения но самое главное сформировать представление о себе что коучинг этот бизнес я бизнесмен я получ и я бизнесмен управляю своим делом продаю свой коучинг продвигая и так далее еще комментарии читаю я разделяю точку зрения светлана человек чувствующий ценность заплатит поддерживаю пишет наташа алена пишет поддерживаю люди часто не могут определить для себя сумму донейшн и из-за этого не идут в коучинг есть вот такое мнение помогите помогите им определить сумму донейшн проговорите какая для них сейчас вот была бы уважительная стоимость по отношению к себе по отношению к вам то что они могут себе позволить без надрыва да чтобы помогите мы же коучи мы можем в этом тоже помочь и поддержать вы знаете кстати про то что вот люди заплатят у меня было две таких уникальных историй когда я приглашала на пробона а вот и людям обещала ну скажем так вот ну обещала несколько сессий по определенным обстоятельствам бесплатно мне два человека потом заплатили они мне вслед прислали деньги сказали что ты знаешь мы получили ту ценность которая должна быть оплачена мы чувствуем эту внутреннюю потребность и это нормально и вот сейчас у меня в донейшн даже история за первую сессию платит одну цену а за третью платит другую то есть когда ценность раскрылась и я сейчас даже подумываю о том чтобы не брать деньги после первой сессии а говорить что вот если мы договорились о трех то заплатите после третьей по совокупности то есть не за одну сессию а за весь контракт за все но это мой путь то есть у вас он может быть совершенно другим речь просто о том что вы понимаете сейчас нас с вами никто ну как мы как айсиев как лидер айсиев мы проект заботы и поддержку будем продвигать мы будем искать способы мы его на сайте разместили сейчас вот мы наверное все таки выложим туда список членов айсиев которые участвуют в этом проекте чтобы клиенты могли посмотреть что это не просто что-то вот большой проект большого сообщества но в любом случае клиенты об этом узнают с ваших страниц то есть это вот партнерское продвижение равное мы как лидеры делаем вот эти шаги а вы как участники тоже пожалуйста делайте шаги говорите об этом коуча о том что вы коучи говорите о своей готовности если вы готовы говорить о своей готовности поддерживать и работать если не нравится за донейшнс поставьте ту цену которую вы считаете достойным для себя достойным ну как-то вот так светлана так рассказываете я сама не вступила пока вот в этот проект о забудьте поддержки но думаю я просто никогда не работала за донейшнс честно я тоже у меня никогда такого опыта не было и немножко страшно вы так рассказываете что это очень вдохновляет и хочется попробовать и посмотреть как это будет а не попробуешь и как как ты поймешь вы знаете вот я бы вот нам коучем у нас с вами в руках самый шикарный инструмент коучинг и мы знаем что этот коучинг работает вот то есть я когда я сейчас своего коуча использую гораздо чаще чем вот извините за слово чем нормально с этой жизни потому что у меня куча вылезла вот шероховатости иголочек я абсолютно такой же человек убеждения которые мне мешают это же не то что а вот я там до этого привыкла по 6 тысяч за сессию брать и теперь я готова за 300 рублей легко нет конечно не легко то есть прежде чем вот сейчас делать какие-то шаги я бы сходила к коучу и все в себе отработала чтобы потом уже вот цельным идти к клиентам согласно здесь поддерживаю сходить к своему коучу обсудить вопросы обсудить вопросы условия и так чтобы это на душе здесь сложилось а не просто на уровне ума да да вот вы понимаете сейчас вот по фейсбуку и частью в инстаграме 100 коучей с рамкой заботы и поддержка любого выбирайте там есть и начинающие есть и тело и псс там много коучей псс вот мсс ни одного не видела но понятно это мы немножко другом уровне говорим а вот для вот любого выбирайте он работает за донейшнс он вам с удовольствием поможет отработать ваш запрос в партнерстве ваши убеждения ваши идеи по дальнейшему развитию своей коучинговой практики по жизни вообще ага вот олеся спрашивает сначала так это же олеся была да где найти продюсера для продвижения такой вопрос а потом стоит ли разделять страницы в инстаграм лично и профессионально можно я попробую ответить на второй вопрос мне кажется это запрос на коучинговую сессию по поводу разделять инстаграм лично и профессионально это каждый решает сам и вы можете это проработать не знаю какой у Светланы здесь абсолютно согласна то есть вот просто так бы несколько ну инстаграм я вообще не знаю да а вот по фейсбуку это каждый тоже решает сам что он делает а вот где найти продюсера вы знаете вот может быть опять же моя личная точка зрения что хорошему продюсеру мы с вами интересно когда мы что-то из себя представляем то есть сначала сам год полтора два чтобы продюсеру было что предъявить потому что вот сказать вот у меня есть вот это и он будет это продюсировать он будет работать когда ему интересно это все уже увеличить расширить и преумножить а если мы хотим чтобы нас упаковали с нуля то мне кажется что это совсем невозможная история практически невозможная совсем не буду говорить да не по коучинговому не очень возможная история потому что кроме нас с вами нас самих никто не знает как нам нужно чтобы нас упаковали нам это из себя надо вытащить я здесь поддержу я просто училась на продюсеру онлайн школ была у меня такая идея когда-то и знаю да что продюсеры не берут тех кто совсем с нуля они берут уже тех с кем они знают что им будет выгодно работать они знают что они хорошо заработают и чем больше бэкграунд специалиста который он уже наработал сам тем выгоднее условия с которым вы можете работать с продюсером в дальнейшем но это я говорю именно про продюсера инфобизнеса онлайн школы и так далее да я не встречала продюсера который продвигал бы конкретного коуча если только он сам не увидит в этом какой-то уникальный талант такие истории либо это какой-то начинающий может быть специалист также который тоже так же как и вы начинаете а как найти запрос в веб-сарафане или где-то в группе по есть еще продюсера сразу придут много но здесь еще один нюанс да я писала недавно статью на сайте эриксонского университета коучинга про роли которые мы сами занимаем в продвижении коучинга и про нашего внутреннего продюсера которого нужно разбудить то есть работа с продюсером начнется с того что он пришлет вам бриф в котором будет очень-очень много вопросов на которые нужно ответить прежде всего себе долевая аудитория да какую пользу какие результаты даете такие вопросы с которыми да мы немножко ушли от темы но я думаю что это тоже важно поэтому вот суммируя все вышесказанное коучинговый рынок сейчас есть потребность в коучинге в кризис возросла в разы да есть терапевтические истории но очень много коучинговых историй спрос есть предложение формируем мы с вами сами своей смелостью своей идентичностью своим разрешением себе смело говорить открыто о коучинге чтобы формировать хорошо предложение нужно сначала поработать с собой и вывести себя из кризиса если вы вдруг еще там может быть вы уже вышли может быть мы какой-то период каждый из нас прошел и вернулся чтобы помочь себе можно сходить коучу либо тут вопросы именно по проекту забота и поддержка сейчас я зачитаю можно ли работать в рамках программы забота и поддержка не являясь членом асиев к сожалению нет вы знаете у меня таких вопросов лички очень много то есть проект вот смотрите мы подписываемся на некоторые гарантии от асиев что мы понимаем что коучи члены асиев придерживаются определенных стандартов то есть мы размещая эту информацию на сайте асиев россия мы выступаем неким гарантом что клиенты наши коучи получат профессиональную поддержку я с большим уважением к профессиональным коучам не являющимся членами асиев но тогда мы мы не можем распространить этот проект на других то есть вот но вы можете сами на своей странице сказать вот взять буквально все наши условия и самостоятельно об этом говорить еще вопрос добрый день в проекте поддержки могут ли участвовать студенты наук или только уже сертифицированные специалисты спасибо вот смотрите забота и поддержка сейчас идет в двух направлениях первое забота и поддержка 1.0 как мы называем это серия вебинаров на этой неделе еще два вебинара которые помогают коучам держать свой свой ресурс свою вот рамку да вот своего состояния которое было хотелось бы это открытая часть информация есть о вебинарах этой неделе в открытой группе асиев россия там все написано если не успеваете посмотреть онлайн там два великолепных вебинара сама анонса писала там просто вот на оба пойду если не успеваете то есть youtube канал на youtube асиев россия там будут записи асиев раша в английском спилинге там будут записи там будут выложены эти записи их можно в любой момент посмотреть что касается второй части забота и поддержка это вот когда уже мы для клиентов за донейшнс по одной три сессии то это только для членов асиев россии это вот внутренний проект это как ну и гарантия некая гарантия профессионализма и наша поддержка в продвижении коучи это я правильно понимаю что вот во второй части как раз принимают участие те кто уже имеет сертификат профессионального коуча а во второй части принимают те кто имеет сертификат членство асиев а то есть независимо от того завершил он базовую программу обучения а членом асиев нужно можно стать только туда прикинуть сертификат в асиев глобал что ты определенное количество часов отучил поэтому поняла где можно найти коллег из поддержки и заботы где что можно коллег коучей из коллег из поддержки из заботы и поддержки посмотрите рамки полистать фейсбук у меня они все в рамках а вот и мы планируем все-таки на странице проекта в осиев на сайте оси в россии выложить весь перечень те кто рамочки повесил посты разместил и работает за дальнейшем то есть вот сейчас он список только такой вот внутренний но буквально на днях очень постараемся чтобы на на сайте сделали этот список больше вопросов пока не вижу вроде мы на все ответили чтобы было ну что мы тогда мы завершаем вот что хочу сказать здоровья нам с вами физического психологического эмоционального отсюда и надолго потому что ситуация такая что не все очень просто не все очень радужно но тем не менее это жизнь и здесь есть и кризисы и возможности и много чего есть и осознанности нам в том чтобы в каждом моменте понимать где говорит наше настоящее я где говорят наши инстинкты то есть что и как мы можем с этим справляться большой нам поддержки друг друга большой нам поддержки нами наших клиентов большой поддержки мира нам всем спасибо большое спасибо вам большое светлана спасибо большое друзья все кто были с нами мы постараемся сохранить эфир для того чтобы он был доступен у нас 24 часа и по возможности если получится зайдем на youtube посмотрим как туда спасибо вам большое на этом хорошего дня пока пока